18 марта в Щелковском районе работали 137 избирательных участков, в том числе были открыты 17 новых. Во всех поселениях отмечалась небывалая активность жителей. На выборы президента Российской Федерации люди шли как на праздник, целыми семьями. Все хотели выразить свою гражданскую позицию. По оценке территориальной избирательной комиссии, выборы в нашем районе состоялись при рекордной явке. В голосовании приняли участие более 105 тысяч избирателей, или 63,73%. В целом результаты голосования за кандидатов у нас схожи с общими по стране. Первое место занял Владимир Путин с результатом 74,06%. На втором Павел Грудинин 12,79%. На третьем Владимир Жириновский 5,83%. Далее идут Ксения Собчак 2,24%, Григорий Явлинский 1,35%, Борис Титов 0,99%, Максим Сурайкин 0,75% и Сергей Бабурин 0,74%. В целом выборы в Щелковском районе прошли спокойно, без каких-либо серьезных нарушений. В территориальную избирательную комиссию в день выборов не поступило ни одной жалобы. Но на некоторых участках, особенно в новых жилых микрорайонах, наплыв избирателей был такой, что территориальной комиссии в течение дня приходилось подвозить дополнительные бюллетени, помимо тех, что были заранее выданы по участкам. Бюллетени, они же не просто передаются, на них нужно клеить марки, ставить печати, расписываться, передавать их по актам. И, соответственно, мы специально брали меньшее количество, чтобы уменьшить нагрузку на УИКе. В момент голосования они же не только должны бюллетени принимать, но и свою прямую работу исполнять. Поэтому приходилось довозить по нескольку раз. Действительно, такая ситуация была. Но такого, чтобы голосование остановилось из-за нехватки бюллетени, такого не было ни на одной комиссии. Проанализировав ситуацию, в администрации района совместно с территориальной избирательной комиссией сейчас рассматривает вопрос увеличения количества избирательных участков для удобства жителей. Будем думать, будем анализировать, посмотрим, где у нас узкие места получились. Соответственно, будем просить, может быть, действительно избирательную комиссию Московской области, чтобы они обращались в Центральную избирательную комиссию. И, может, где-то искать новые помещения, искать возможности увеличивать количество участковых избирательных комиссий. Действительно, такие моменты были. Но, опять же, повторюсь, это из-за огромного наплыва избирателей и из-за достаточно высокой, как бы для щелка, скроенной очень большой явки. Председатель ТИК Герман Верницкий благодарит избирателей, а также своих коллег. Участковые комиссии без сбоев провели президентские выборы. Хотел бы благодарить всех членов участковых избирательных комиссий. Они молодцы. С нагрузкой они справились. Три месяца подготовительной работы и кульминации день голосования. Я очень доволен. Хорошее настроение жителей, которые шли голосовать целыми семьями. Рекордная для Щелковского района явка. И подавляющее большинство голосов за действующего лидера государства. Так в Щелковском районе 18 марта проходили выборы президента Российской Федерации. По их итогам мы записали несколько комментариев. Владимир Владимирович, выборы прошли. Уже можно по прошествии нескольких дней осознанно говорить о результатах. И осмысленно. Какие вы для себя выводы сделали? Как проходило голосование на выборах президента в Щелковском районе? Во время выборов 18 числа я посетила очень много участков в городе Щелково, в городском поселении Загорянский. И я видела везде людей, которые достаточно доброжелательно улыбались. Они здоровались, они шли с семьями, с маленькими детьми. И люди действительно в достаточно большом количестве, много людей шло на выборы для того, чтобы отдать свой голос. И когда мы подвели результаты, вы знаете, ну за последние, наверное, лет 10-12, которые я работаю в администрации, такой результат явки на выборах в Щелковском районе впервые. Это говорит о том, что наше общество стало более зрелым в гражданском плане. И что люди понимают, что если ты хочешь что-то изменить, если ты хочешь поддержать курс, которым движется сейчас страна, нужно прийти и проголосовать за лидера нашей страны. И мы получили результаты, которые, в общем-то, и по всей стране подтверждены. У нас победил Владимир Владимирович Путин, наш лидер, наш президент. А это значит, что страна идет правильным курсом. И мне хочется сказать спасибо всем жителям Щелковского района за такую активную гражданскую позицию. Результат, конечно, об этом все говорят феноменальный. Побит рекорд 2012 года и даже 2004 года. Но об этом, наверное, все прекрасно осведомлены. Информации достаточно много. Я бы что хотел сказать в первую очередь. Огромное спасибо жителям Щелковского района, которые пришли на избирательные участки и отдали свои голоса. Действительно отдали свои голоса за будущее России. И, конечно, очень приятно, что это за Владимир Владимирович Путина. Достаточно хороший результат получен. Эти выборы весьма и весьма политические. И причем, я бы сказал, с вектором направлены на международные отношения, сложившиеся сегодня в мире. Ведь действительно, Россия сегодня на подъеме. И это не нравится очень-очень многим. Продемонстрировать тот подъем национальный, эмоциональный. И самое главное, мы получили искомое число, искомый процент. Это более 50% от всех избирателей нашей страны. Уже не обвинят и не найдут повод наши недруги, что менее 50% жителей страны, имеющих право голоса, проголосовали за избранного президента. Сегодня мы смело говорим, что мы показали как раз эту сплоченность. Мы понимали, что выборы будут как лакмусовая бумажка. Она оттянет все-таки, что и как, и чем думает народ. Наш российский народ. И по истечению этого времени, после выборов, мы понимаем, что основная часть нашего гражданского общества здорова. Она проголосовала за будущее России. Она проголосовала за движение вперед. Она проголосовала за государственность, за силу, мощь, обороноспособность России. За ту политическую линию, которой нужна большинству людей, проживающих на этой территории. Огромной территории. Территория, которая дает нам право думать о том, что впереди у России только светлое и поступательное движение вперед. Мы должны идти вперед дальше только тогда, когда чувствуем плечо поддержки, плечо друга. Поэтому хотелось бы, чтобы, несмотря на политическую поляризацию, это нормально, это демократия, это здорово, мы должны понимать и чувствовать друг друга, слышать друг друга, видеть друг друга, понимать друг друга. И признавать результаты того, что произошло. Произошло то, что лидер, который имеет безусловную поддержку, должен поддерживать теперь всеми политическими силами, какой бы ни были поляризации. Я благодарен всем нашим щелковцам, которые пришли на выборы, отдали свой голос за будущее России, показали зрелость гражданского общества в Щелковском районе. И прошу вас, никогда на эти мероприятия не отсиживаться дома. Мы должны всегда и всем показывать в мире, что мы единая, консолидированная, сильная Россия. И это мы вот на этих выборах показали, а теперь надо еще и доказать. Спасибо вам, что пришли, спасибо, что проголосовали, спасибо, что наш лидер получил такую поддержку от щелковцев и от Подмосковья в целом. А вся Россия благодарна тому, что он остался на своем посту и будет дальше также грамотно, профессионально и уверенно управлять Россией.